И всем привет, ребят, с вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен наконец-таки уже анонсированному выходу нашего замечательного нового интерфейса, посмотрим сегодня те фрагменты, которые у нас были в видеоблоге, я выскажусь по этому поводу, расскажу все, что думаю, ну и посмотрим, я думаю, что многие не видели этих моментов, но если видели, то можете написать, что вы думаете по этому поводу, поэтому приступаем к посмотру, я думаю, что слушать мы в принципе ничего не будем, что здесь Орех рассказывает, но в общем и целом, если взглянуть на дефолтное лобби, то здесь видны небольшие изменения, но уже картинка выглядит, я бы сказал, наверное, завершенной, это тот самый интерфейс, который выйдет уже на следующей неделе в игру, и об этом сам Орех сказал в видеоблоге, но выйдет он не полностью, выйдет только, можно так сказать, основная визуальная часть, а все, что связано с контрактами, новыми какими-то дополнениями этого интерфейса с точки зрения дополнительной экономики, да, потому что контракты это, можно так сказать, дополнительная какая-то экономика, они будут выпускаться постепенно, об этом информации как минимум в этом видеоблоге не было, поэтому здесь мы исключительно обратим сегодня внимание на визуальную часть нашего нового интерфейса, который, как я уже сказал, появится только, вернее, не только, а уже, уже на следующей неделе. Вы видите картинку гаража, и вчера, когда я смотрел видеоблог, я, честно, очень сильно приятно удивился, потому что я, честно, не был готов увидеть такую картинку, то, как выглядит танк и вот эта вот ГС, да, все вот эта вот визуализация, блин, как по мне, выглядит очень приятно, прям очень приятно, и я, если бы оценивал по десятибальной шкале бы вот этот замечательный гараж, то я бы какую-нибудь там семерочку-восьмерочку точно дал бы, потому что выглядит все вроде как четко, по удобности я пока что ничего сказать не могу, потому что, ну, для того, чтобы понять, как это работает, надо для начала зайти, как бы, и потестить, пока что у меня есть только картинка и то, как орех переключал, да, между всеми этими замечательными панелями, но сама концепция выглядит очень приятно, приятно, да, если сравнивать с тем гаражом, который есть у нас сейчас в игре, то, ну, он такой, такой, то есть, там, ну, 50 на 50, да, то есть, здесь он уже какой-то модернизированный и усовершенствованный. Я не ожидал, скажу сразу, не ожидал увидеть его таким, какой он будет у нас на следующей неделе. Ну, и здесь есть всякие дополнительные кнопки, удобность в виде вот этих вот быстрых нажатий, я думаю, что скорость переодевания, по идее, тоже должна возрасти, ну, конечно, ко всему нужно привыкнуть, но, в общем и целом, то есть, здесь есть какая-то определенная компактность, да, и за счет этой компактности, я думаю, что новый интерфейс должен выиграть, должен выиграть, ну, и, понятное дело, что визуализация, модернизирование, вот это вот все выглядит, как по мне, очень неплохо. Ну, и еще один момент, это то, что теперь будет там показываться полностью прокачанное вооружение, как МАКС, да, то есть, например, вот видите, что там рельса МАКС написано, ну, тоже, как бы, своего рода маленькое изменение, но уже будет понятно, что у вас полностью прокачанное вооружение, не МК-7 там, а укачанное. Я, конечно же, могу сказать, что я до сих пор, до сих пор жду не этого всего, да, я жду контрактов, потому что для меня интересно, что же туда всунут, и насколько это будет жесткая формилка, да, будет ли она вообще, как формилка, потому что я знаю, что можно будет обменивать звезды на какую-то валюту, либо какие-то предметы, и как это все дело будет выглядеть, пока что до конца непонятно. Но, если у нас новый интерфейс уже появляется на следующей неделе, соответственно, я думаю, что и контракты в ближайшем будущем появятся по магазину. Пока что у нас изменений не будет, как сказал Орех, и какими-то еще дополнительными частями, но потихоньку оно все будет у нас вводиться в игру. Это была, к слову, та кнопка, которая срабатывала на комбинацию Shift плюс V, да, где вы можете даже в теперешнем интерфейсе рассматривать свой танк по-особенному, ну и теперь есть просто отдельная кнопка, на которой вы сможете сами раскрутить, прокрутить, просмотреть все, что у нас есть сейчас на вооружении вашем, да, то есть вы какую-то пушку корпус одели, можете ее поближе рассмотреть более детально в отдельном специальном окне. Дальше здесь вроде как ничего такого не было. Интересно будет также посмотреть, что у нас будет в бою. В этом видеоблоге про бой и про интерфейс боя ничего не было, но в принципе моделька и сама картинка уже была показана в одном из видеоблогов. Я к ней сегодня, наверное, возвращаться не буду, да, но тот факт, что у нас есть уже какие-то изменения в лучшую сторону, да, с точки зрения картинки, а картинка, как по мне, но это какой-то процент успеха, как-никак, да, заходя в игру, если вы видите какую-то мрачную картинку, у вас уже желания становится меньше, а здесь, при тех показах, которые нам продемонстрировал Орех, я вижу реально положительные дополнительные изменения, которые я надеюсь, что будут еще усовершенствоваться, будут обновляться и дополнительно дорабатываться, да. Повторюсь, я из этого всего могу сказать то, что я жду вот эти вот самые замечательные контракты и еще один момент. Когда-то давно у нас было акцентировано внимание на кланах, и когда только кланы появлялись, у нас обещали новые заданки, новые там специальные миссии исключительно для кланов, для клан-тегов, да, и, возможно, новый интерфейс доберется и до этого параметра, и, быть может, именно вот этот новый интерфейс поможет быстрее сделать новую модернизацию и новые плюшки, можно так сказать, да, то есть с кланами, потому что есть у нас изменения на расширение кланов, есть у нас какие-то там дополнительные моменты, которые недавно только появились, и, быть может, у нас и дойдет уже наконец-таки дело до тех самых замечательных заданок с кланами, ну и вообще что-то будет с кланами интересное в игре у нас происходить. Я со своей позиции могу сказать, что мне было бы это очень и очень интересно увидеть. Пишите, что вы думаете, друзья, по новому интерфейсу, смотрели вы видеоблог или нет, но, по сути, даже с этого видеоролика, если вы даже не смотрели видеоблог, вы можете свою точку зрения высказать, да. Изначальный вот этот вот главный вход, ну, я бы не сказал, что он прям как-то очень сильно изменился, а вот гараж, гараж это, ну, то место, которое меня, если честно, сильно порадовало. Я не был готов увидеть вот такой вот замечательный интерфейс, и я скажу, что здесь видна работа, и работа, которая была, ну, как по мне, сделана не зря, да. То есть здесь приятнее все намного стало. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вам нравятся подобного рода видеоролики, хотели бы вообще видеть их чаще. Я когда-то что-то подобное уже записывал, но это, можно так сказать, особо сильно в моем исполнении не практикуется, поэтому, если вам интересно подобного рода видеоролики, тоже можете по этому поводу написать в комментариях, я для себя буду знать. Ну, и если поддержите видос лайком, то, в принципе, это тоже та самая необходимая часть, которая показывает интерес с вашей стороны. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, Ну, а с вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!